всем громадный счастлива цветочный приветик поехала сегодня по делам в магазин и заехала в продуктовый магазин у нас там как везде есть отдел цветы я поднимаюсь по по экскалатору и когда ты поднимаешься по экскалатору ты сразу попадаешь вот отдел перед тобой это цветочное потом уже идешь по магазину все что тебе надо вот цветочный отдел я поднимаюсь уже эти цвет цветы вижу разные много красивые свежие я мысленно говорю ну что цветочки кто хочет ко мне кто хочет ко мне домой и знаете я к ним подхожу подхожу разные разные цветочки посмотрела и вот прям рука подтянулась вот эти два букета это два букета здесь один букет и смотрю 2 ну прям смотрит на меня но хочет просится и я так на один букет на 2 думаю как-то не этот просится и этот думаю нет я оба возьму и вот взяла вам взяла букет и вот вам посылаю счастливый цветочный приветик так рада была комментарии появились комментарии про то как мы с вами говорили о сне что сон сон это подарок сон это плодотворный глубокий здоровый сон это подарок вот две вещи баланс психологическое состояние на двух китах держится это питание и сон питание и сон и сон из этих двух даже важнее чем питание вот что такое вот что такое сон поэтому мы с вами некоторых видео говорили я делилась делилась никому не не навязывая не утверждая что это делилась своим опытом о методе как уснуть как избавиться от мысль которая привязалась крутится 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 покоя не дает как вот плодотворно уснуть как прийти к тому что ты лег и ты уснул лег и через пять минут ты спишь и вот получила это видео давно было и вот только сейчас начинаю получать результаты получила вот три комментария по по этому поводу блестящих великолепных вы попробовали мой метод вот метод который прокручивать сейчас я о нем еще расскажу вы попробовали этот мой метод и у вас начало работать вот эти отзывы я ждала потому что сон это даже важнее чем важно оба но даже важнее чем вот что такое сон плодотворный хороший сон розанна мучилась со сном теперь уже неделю сплю как младенец помог ваш метод вспоминаю свой день самого начала и вы были правы не дохожу даже до обеда и ухожу в сон утром просыпаюсь и смеюсь опять до обеда не дошла и уснула умница спасибо что вы написали вот так прекрасно метод начал вам работать а потом дойдет у вас до того что вы ляжете вам ни о чем думать не надо вот как-то в мозг в мозг перестраивается что пришло время и если я легла на кровать это время для сна не для мыслей не подсчитать свои финансы не поспорить со своим боссом вам хозяином что тебе начальником так не так сказал это время не для того чтобы думать про будущее это время для сна это время для сна и придете вот если вам этот метод начал работать то есть прокручивать вот ложишься спать не спится мысли лезут лезут начинайте вспоминать полностью свой день мысленно я утром нудно я утром встала отдела тапочки пошла в ванную нет я включила сразу компьютер возвращайтесь нет я утром встала отдела тапочки включила компьютер отдела халате надела халатик пошла в ванну ванную поставь вышла из ванной поставила телефон на зарядку зашла на кухню включила кофе или чайник или и вы себе вот эти все мелочи что-то пропустили опять поначалу именно проговаривайте свой день и вы себе не представляете вы не успеете это такая одну дота вот видимо мозгу это такое что он просто отрубается и спит вырубиться и уснуть чем вот это вот вспоминать что ты делала в течение с утра так 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 видите я тоже говорил я не могла дойти до обеда никогда не могла что-то начинали ясно я уже уснула и мне этот метод очень хорошо отработал потому что у меня тоже у меня тоже конечно же тоже были свои свои переживания были основательные переживания которые выбили абсолютно мой сон ну поэтому я делала применяла какие-то искала какие я не могу сказать что этот метод я придумала сама где-то откуда то я его я не помню как этот метод ко мне попал может мне где-то я почитала может быть я я не помню но присвоивать или может быть я сама решила я не помню присвою присвоить присвоить его себе не могу потому что я не помню откуда у меня этот метод но во всяком случае я абсолютно избавилась от того что меня какая-то мысль заела и я выбивает свой сон без сна вы же понимаете это следующий день какой хоть что ты положи сюда на лицо хоть какие укольчики себе сделать но если ты не спишь как ты будешь выглядеть никак вот поэтому получила про просто три или четыре отзыва по поводу вот сна и видимо после нашего видео вы начали применять этот метод и вот только сейчас уже увидели это блестяще у кого-то год берет у кого-то полгода у вас два-три месяца у кого-то взяло так что работает метод поищите если кому-то это актуально посмотрите это я даже не помню в каком видео мы с вами говорили потому что и мы же говорим обо всем мимоходом так что очень спасибо что написали очень очень хорошо что вам этот метод работает вы не нарадуюсь цветы знаете они не пахнут они не пахнут но от них такой аромат вот какой-то глазу аромат вот глаз подлюбуется как будто бы получаешь какие-то какую-то энергию и потом эти эти цветы очень хотели во первых хотели как ко мне домой во вторых хотели к вам в кадр прям в кадр хотели представляете какие роскошные вот эти вот цветы посылают столько столько тепла посылают кто-то написал розанна у нас в германии годами ходят к психологу послушать то о чем вы говорите и платят очень большие деньги у нас то же самое у нас то же самое у меня нет ни не огромный небольшой у меня бесконечно огромный бесконечно огромный опыт бесконечно огромный опыт поэтому Поэтому это работает. Мой опыт огромным годами, годами проработан годами, поэтому, конечно, вы получаете хорошие эмоции, самое главное, что отпускает, отпускает, освобождаетесь, как-то полегче на все смотрите. Ладно, что еще хотела? Ну, вы знаете, начала осваивать, начала осваивать реглан. Ой, уже тут себе, видите, какие-то художества делала, пробовала. Я уловила, я поняла, как его делать, я поняла, как его делать. И еще, знаете, что поняла? То есть, вот следующие, вот уже у меня, я уже знаю, какие следующие платья будут, какие, уже будут все нецельно, ну, вот регланом. Регланом, потому что я поняла суть. Вы знаете, какая прелесть реглана в чем? Когда ты его шьешь. Вот у кого, например, плечики пошире, ну, такая крупная спинка, плечики пошире, и, например, маленькая грудка. Вот эти два качества. Спинка пошире, грудка маленькая. И когда ты делаешь реглан, ты его делаешь вот сюда, поближе, вот прям, прям поближе, вот сюда, вот горлышко, вот сюда, прям поближе. Ты его делаешь отсюда поближе, а сюда выводишь в подмышку побольше. И тогда получается у тебя, как будто спинка поменьше, а грудь побольше. Вот такой зрительный эффект. Представляете, какая изюминка вот в реглан. А у кого наоборот, узкие плечики, а грудка, например, крупная, подальше сделать реглан, вот здесь вот его сделать, и вот сюда вывести тоже его вот подмышку. И получится, плечики ты расправишь, они у тебя станут пошире, а грудь, которая там, ну, крупная, станет просто девственней, аккуратней, аккуратней станет. Представляете, какой роскошный эффект. Вот я тут изображала себе, вот тут немножко художества, я, конечно, не рисую, но я уловила. Даже от своих вот художеств, которые я сделала, я уловила, я поняла, что вот какой будет эффект. Если немножко, просто по-другому сделаешь. Сюда поближе и сюда побольше, спинка сокращается и грудь увеличивается. И если отсюда реглан повыше и побольше зайти на грудь и уйти туда, в центр, получится наоборот, расправятся плечики, а грудь станет прям вот девственной. Вот представьте, всего линия одна. Так что буду вот теперь делать реглан. Это мое новое будет, новые фасоны и уже первый фасон. Вот сегодня поехала в Фабрик Виль посмотреть ткани, ничего не понравилось. Ну, потому что уже все осеннее, хорошие, шикарные шерсти, кашемиры, очень трикотажи плотные, но я, к сожалению, ничего себе зимнего, оно у меня не носится, мне зимнее не носится, потому что я люблю вот теплое, закрыть и все. А уже такое, или летняя висит, но выбора, как вот выбора, чтобы захотелось, ничего не могла себе найти, подобрать. Но я в другой еще заеду, у них иногда в одном магазине такая коллекция, в другом магазине такая и еще что-то есть. Несмотря на то, что одна сеть, но бывает в некоторых магазинах добавляют разные ткани, поэтому еще я, у нас три магазина их, сеть в трех местах. Вот я завтра поеду в другое место, посмотрю, может быть там будет что-то другое. И вот начну делать, и я вам покажу, вот как мне это, как мне это пошилось, как мне это было сложно сделать, или как это будет сшиться, вот вам расскажу. Ну что еще, что еще с вами, сегодня долго не будем с вами останавливаться, так просто с вами встретилось, очень было приятно почитать все ваши отзывы. Мы с вами, мы с очень многими на одной волне, мы понимаем, для чего мы вместе, мы с вами слышим друг друга, кто-то лучше, кто-то больше, кто-то меньше. Ну, такое очень приятное спасибо вам всем, что вы поддержали, вы написали, я свое что-то почитала. Очень много, очень я много для себя собрала бриллиантов, бриллиантов, которые ко мне сели в том, что вы писали. Очень многое для себя я тоже, так же как вы, я и учусь от вас, и слушаю, и слышу. Кто-то написал, Розанна, я поставил вам лайк, но где цветы? Просто браво, спасибо вам большое. Спасибо, вы мне повернули меня к самой себе, потому что у меня неделю цветов не было. А не было, как-то я замешкалась, а сегодня поехала, прям я это вспомнила. Спасибо, что вы написали. Меня ко мне вернули, меня ко мне вернули, потому что вот я, это цветы, я, это свечи, я, это какие-то вот игрушки, но они что-то всегда значат. Вот, кстати, вы знаете, вот эту подушечку. Вот, смотрите, у меня есть такое платье. Это тоже лен, вот такой лен, который я вам показывала, вишенки. У меня есть такое же платье. И кусочек остался. И я взяла, сделала себе на диванчик вот такую вот наволочку, вот две эти две, две подушечки, вот такой вот такой наволочку сделала, наволочку. Ну, валяются здесь. Так что, ну, спасибо вам большое, я все почитала, я всем вам отвечу. Не забываем, молодцы, спасибо вам, спасибо. Ну, это, понимаете, это вот, ну, вот растет канал. Ну, вот как-то вот так. Для, для ютюба это, понимаете, тоже они какие-то свои требования к нам тоже предъявляют. И мы должны этим требованиям следовать. Вот я вам говорю, я сняла, сняла магазин ткани, показывают цены вам все ткани, все как там. А там звучала музыка. Я все этот ролик вставила, и мне сделали наказание. А если ты, по-моему, три наказания, если тебе сделают, то тебя заблокируют. Все, понимаете. Ну, есть требования у ютюба, и ты должен их выполнять. Я нарушила правила ютюба, то есть использовала чужую музыку. Этот человек, кто там звучит, это его права на эту музыку, я не имела права. Поэтому, ну, вот у них есть какие-то свои требования. Поэтому поддерживаем друг друга, ставим лайки. И, конечно же, всех вас уважаю, слышу вас, учусь у вас. Те же себе зерна сажаю, которые прям откликаются, меня ко мне возвращают. До новых встреч. Обнимаю.